Хей-хей, бойс-гёрлс! У нас с вами подкаст... Это странный подкаст, предыдущий был... Получается, на день позже, этот на час раньше. Всем здрасте! Там кто на ютубе смотрит, там записи даже люди на ютубе смотрели, и они даже сказали то, что норм подкаст был предыдущий. А этот подкаст будет обычный. Знаете, я даже к этому подкасту подготовился, если я найду бумажку. Я на бумажку выписал то, что нужно говорить, вы прикиньте? Я готовился на этот раз. Это какие-то странные подкасты. В прошлый раз было ни о чём, речь шла. А теперь, короче говоря, я даже подготовился ко всему. Но это будет такой вот типичный подкаст. Мы сейчас поговорим с вами о свежих новостях. Там люди, правда, перестали постить новости, ну, некоторые. В Кусторе Боб Ньюз, потому что не было, наверное, подкастов или просто они забили. Но сейчас я какие-то новости сам подобрал. И я понял то, что их совсем мало. То есть я раз в три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять вкладочек сейчас открыл. Там ещё что-то есть в Кусторе Боб Ньюз. И да. Ковырить бумажки я не буду, но у меня тут выписаны темы. Можно хотя бы темы выписать? А, хищник? Хоть чуть-чуть темы. Или мне так такой... Так, давайте возьмём всё, что угодно. В принципе, делать еду по рецептам тоже такое себе. Надо сразу сжахать, короче говоря. Чё есть, в общем, в холодильнике. Херак на сковородку. И погнали. И сварить. А можно варить на сковородке, кстати? Держи всё в голове, разрабатываю память. Если честно, если я буду держать это в голове, я думаю, что я немножко, еба... Да, там, короче, никаких не получается других, в общем, подобрать слов. Не матерных по поводу того, что у меня тут записано. Но в целом, да. Я ещё одну неплохую новость подкинул, пропущенную. Нормально. Мы, короче говоря, проедемся по новостям сейчас с 1 октября. Ну, то есть за неделю прошедшую. И из крайне несвежих новостей стоит сказать то, что... Ну, касающихся Конала, да, на Твиче и на Ютубе. Стоит сказать то, что я про Блэк Мессу не забыл. Скорее всего, я в пятницу залью, но это не точно. Про рецензию на Авенгеров я тоже не забыл. Скорее всего, в воскресенье залью, но это не точно. Плюс-минус. И про Твич я тоже не забыл. И у нас, в общем, такая ситуация, то, что... В Южел Стафе, по идее, ну, по моей задумке, должно было быть 2 игры. И вторая игра, это Дустан 2, в которую уже заходить нет смысла. Потому что я не играл в него, по-моему, с предыдущего года. Поэтому, так как нужна какая-нибудь другая игра по отношению к Сиджу. И с другой такой механикой темы, да. Но в целом, которую можно играть так иногда. То я решил, что все-таки надо бы Дустан заменить на Payday 2. И у нас Южел Стаф будет с завтрашнего дня. Это Сидж и Payday 2. Ну, Payday 2 будет появляться с, ну, то есть, с чистотой по отношению к Сиджу. Это 10% на 90%. Ну, то есть, будет так же, как с Сиджем, заказ, там, не знаю, хайстов. Или, ну, заказ хайстов. То есть, у Сиджа есть заказ оперативника, это будет заказ хайста. И примерно, ну, то есть, раз в 2 недели. Можно будет заказать, ну, то есть, сменить Южел Стаф, соответственно, за поинт. Раньше можно было выбирать между Сиджем и Дустаном. Теперь можно будет выбирать между... Понятно, Дустаном, ой, Дустаном, господи, Payday и Сиджем. Так что вот. Но третий же еще не вышел. Так вот, готовимся к третьему Payday. Как раз новости об этом сейчас пойдут. Нас еще там где-то факаут будет и так далее. Может, рискнешь Тарков? Нет, не буду рисковать Тарков. Для Таркова нужно слишком сильно залипать в это дело. Плюс нужны люди, которые будут в это играть. Я не хочу в это играть, если честно. Я лучше, да, если выбирать из чего-то такого залипного, я могу пойти в МО Нас. Ну, типа, это мафия. Ну, там, как бы, общаться надо. Я думал, может быть, в МО Нас пойти. Но потом я увидел то, что днем люди, ну, когда день в России стримят, смотрят 500 тысяч человек. То, скорее всего, даже не стал заходить, в общем, смотреть, сколько там стримеров стримит и сколько у них зрителей. В общем, это было бы немного бессмысленно. Ну, и МО Нас, и МХО не так уж долго проживет и помрет в ближайшее время. Payday, ну, вроде как, что-то же там живет даже. Можно покупать новый DLC и так далее. Ну, в общем, если что, там еще есть заказ, типа, день Payday. Он не отменяется. Ну, то есть, день Payday, это вы сами заказываете, когда, что и так далее. А usual staff, это будет usual staff. Я что, зайду? А во что зайду, в то и поиграю. Ну, то есть, если кто-то залетит там в МСП, то и погнали. Можно и соло катки и прочее. В общем, вот, объяснил по поводу этих анонсов новостей. Я завтра уже, завтра, если что, стрим не будет. Завтра как раз все подготовлю, заменю все эти иконки и так далее. И можно уже будет заказывать. Сейчас давайте перейдем к новостям. Сегодня у нас день спокойный. Вот бы в Сидже так собирал народ. Так погнали. Ну, как бы я не против, только когда я зову, никого нету. Там чат полумертвый. Вообще, я заметил один момент, когда переходишь из Сиджа к подкасту, народу тупо нет. Когда что-то Сидж, потом еще что-то, потом подкаст, народ есть. Ну, то есть, подходит. Либо это среда такая, либо еще что-то, либо что-кого. Но, да, на час раньше стартанул, просто бывает типа того. Еще отмазался, в общем. На самом деле, стиммер говно, подкасты не очень. И вообще, фу, чмо лохни, друзей. Короче, у нас есть небольшой список новостей. Это не весь список новостей. Там еще у меня в браузере открыты новости. Так что давайте быстренько по ним пробежим, смотрим, быстренько. И вот эта вот новость мне нравится. То, что китайский Гаган Tencent инвестировал в студию Ten Chambers Collective автор шутера GetFuckout. А, тире, холдинг приобрел контрольный пакет акций. На самом деле, то есть, это клево. Потому что это, считаете, выходцы из Overkill. Там Ульф Андерсон и Саймон Диклунд делают эту игру. Плюс-минус люди. За копейки. Может быть, Tencent вхерачит туда бабла. И, в принципе, мы увидим какой-то более-менее годный продукт. Потому что сейчас он, ну... Когда он был в бете, да и сейчас он очень-очень Early Access-овский. И, по идее, когда игру доделать... Он же сейчас в Early Access, да? Я, вроде, порнуху отключил. Показ порнухи. Так, что это такое? Почему у меня был аккаунт Нубли открыт? Я не знаю. Слежу за ней просто. За модератором я слежу. Да, в Early Access-е. А, да. Так что, по идее, игры к моменту выхода из раннего доступа очень сильно меняются. Так что GetFuckout, может быть, будет лучше. ХЗ мне не зашло. Мне тоже GetFuckout не зашел. Просто потому что... Ну, он очень хардкорный. Это прям такая хардкорность, что ты не хочешь, в принципе, в это играть. Ну, вот мне лично... Ну, то есть, прикольно было, в принципе. Но, так как игра, это... То, что было в бете, это было даже легче, чем, в принципе, должно быть. То это что-то, как-то, ну, совсем перебор. Поэтому меня как-то не захватило. Я не понял. И, в принципе, лучше дальше затрачивать Payday. Так что, может быть, еще доработают. Может, что-то включат. Тем более, что они пытаются развивать игру. И сейчас у них есть... Деньги определенные. На это все. И, может быть, игра станет более-менее годной. Ну, или китайцы все заруинят, сделают из игру донатилку-драчилку. И, в принципе, смысла в ней особого не будет. Здесь есть, как бы, два пути. Либо будет круто с бюджетом... Нет, есть три пути. Либо будет круто, потому что бюджет вырастет. Либо они превратят это в дерьмо, в которое никто не будет играть, в драчильню, в донатилку. Либо ничего не изменится. Ну, я так полагаю, если не купили, то они все-таки хотят с этого получать деньги. А так как где-то факаут приносят не так уж, но на деньги, я так полагаю. Ну, там 12... Ну, кстати, 12900 из обзоров, считайте, плюс-минус. То есть, на 10%... Это 10%... То есть, из тех людей, кто купил игру, обычно 10% оставляют в среднем обзоры. Ну, я так посчитал. То есть, 130 тысяч человек купили. Это нормально для такой игры, на самом-то деле. То есть, она, в принципе, нелегкая и не на всех рассчитана. Но вот у меня купили, да, люди, вот, в друзьях. Вот, Келька поиграл 30 часов, да, который, в принципе, наиграл в Payday до хрена. Кфри 11 часов наиграл... По-игрышке, кто это? А, Подустанов. Вообще, как бы, только зашел и все, Гока не играл. Так что, как бы, ну... Сами понимаете, игра не такая залипная, я так полагаю. Хотя, выглядит она прикольно. Но, там, кривые анимации и прочее, и так далее, отбивает немножечко. И сама... И сам процесс немножечко странный. То есть, нету такого момента, что ты можешь просто забежать, с друзьями побегать. И даже, блин, в этом The Walking Dead, который сдох, было... Была сложность, где ты, в принципе, мог зайти побегать, полюлюкать. И, типа, было весело, прикольно. Но здесь ничего нет. Такого, прям, ты реально должен работать. Просто сидеть и работать. Играть, работать. Так что... Ну, в общем, на самом деле, хорошие новости. Жду что-нибудь от авторов прикольного. Может, когда-нибудь даже куплю. Посмотрим, что они там сделают. Но пока что, ну, да. Super Smash Bros. Ultimate. Official Minecraft Reveal Trailer. Ля, бойцы Майнкрафта, что дальше? Не знаю, там будет, может, этот... Гусь. Из, как это херня, Untitled Goose Game. Может, их туда запихнем. Кого еще? Я не знаю. Не знаю, там... Хирурга и симулятора хирурга. Почему бы и нет? Tetris Block, чтобы сражался. Барат возвращается. Ну, да ладно. Minimax TV запустил в работу сериал по мотивам джентльменов Гая Ричи. Я бы сейчас сказал, что вы пихаете новости не по играм сюда, а по кино. Но тут, как бы, понимаете, такой момент, что, в принципе, новостей по играм нету вообще. То есть, я такой смотрю этот гамажик, да, ну, сайт говно, конечно, но, в принципе, если там фильтр поставить определенный, ну, в мозгу, какие новости не стоит открывать, то, в принципе, можно на нем посуществовать немножечко и выудить оттуда контент. Да, ну, даже там стало просто в разы больше новостей со всякими анонсами фильмов, сериалов и так далее, в основном сериалов. Про переносы, про еще что-то, а про игры очень мало. Ну, вроде как игры делаются не так, как фильмы, и там можно все-таки в офисе на удаленке играть, работать. Ну, что-то как-то притихли, видимо, после всех этих анонсов PlayStation 5 и Xbox 6. Говорить нечего, и, в принципе, все ждут этих консолей, которые не знают, для чего ждать. Но это все потом. Да, никогда. То есть, потому что я их покупать не буду. 27 тысяч, нет, сколько там консоли стоят Sony? 36 тысяч, что ли? Я такой, что-то как-то нет. Пойду лучше, я не знаю, вставлю себе почку какую-нибудь третью. Так вот, как начать дедлайн, первоначальный джентльмен должен был стать именно сериалом. Затем Ричи переработал сценарий в полнометражный фильм. Теперь проект все-таки вернется к тому, откуда все начиналось. Ну, то есть, я так полагаю, если это будет исполнительный продюсер, режиссер и сценарист Ричи, то это, как обычно, будет сценарий первых двух эпизодов. Потом отдадут на аутсорс всем возможным режиссерам. Потом Гай еще вернется к финальному эпизоду, где-то на два сезона все это будет, и потом закончат. Не знаю, по-моему, получилась достаточно большая и законченная история в фильме. Нахрена ей нужен сериал, я что-то не понимаю. Если еще будет другой каст, я не знаю. Будут ли сниматься за... Ну, я так полагаю, просто... Бюджет сериала, он не такой большой, как фильм. И, соответственно, гонорары тоже будут меньше. МакКонахи уже снимался в сериалах. Это был настоящий детектив. И точно там снимался другой актер известный. Я забыл. Вуди Харрисон? Вон, да. И, по идее, есть такой опыт. Но будет ли это высокобюджетный сериал, хрен его знает, и смогут ли они, Миромакс ТВ, поддерживать уровень режиссуры и уровень, как бы, бюджета, такой, как у фильма. Это не факт. Так что, если будет другой каст, это, в принципе, нахрен не нужно. Я думаю, понимаете, Гай Ричи. Но он мог, конечно, выудить денег на это все. Ведь, каким-то образом, Дэвид Линч смог уговорить сделать не 12 эпизодов Твин Пикс, а 18. Ну, там, понятно, там Дэвид Линч, он, типа, скажет, не хочу, не буду. И он скажет, ну, на тебе денег, такой. А можно еще? На еще. А можно просто так? На, просто так, только делай. Ну, просто, да. А тут Гай Ричи и все такое. Так что здесь, может быть, и бюджет больше. Короче, хрен его знает. Да, никакой инфы нету. Какой каст, что такое, непонятно. Поэтому, ну, и что про это говорить. Хер его знает. Ну, как бы, Гай Ричи еще не совсем стопер, не Ридли Скотт. Так что, я думаю, он не заруинит то, что он придумал. Silent Hill 4 The Room перевыпустили на PC. В ГОК-игру продают за 299 рублей. И люди, которые знакомы с серией не понаслышке. И там мне кидал Макс Кур пост в Твиттере. Не понаслышке. И знакомы со многими портами Silent Hill 4. Говорят, что это не просто убогий перенос. А это действительно офигенный порт. Ну, то есть, здесь это прям порт с консоли. Причем HD порт. И в этом порте все настроено как надо. То есть геймпад работает. Все ОК. Плюс еще добавлены, вырезанные из ПК-версии какие-то там эпизоды с призраками или еще с чем. Я на самом деле играл в ПК-версию, поэтому я не знаю, о чем идет речь. В общем, там есть что-то. Что вырезано из консольной версии. Так что, это типа годный HD порт. И поговаривают, ну опять же, поверим Макс Куру, который вроде как откуда-то берет эту информацию. Поговаривают, что за эти порты ответственны сами поляки из CD Projekt Red. То есть они дали денег. И может быть даже дали денег не только Konami, чтобы Silent Hill 4 вышла в их сервисе. Но еще и дала денег, соответственно, тем, кто портирует. Ну и просто наняла тех, кто будет портировать. Так что, в принципе, это стоит брать. То есть это не просто говно какое-то, которое выпустили за 2 песо. А нормальное, вполне себе годное порт. Читал комменты, в которых писали, что вырезанные эпизоды так и не добавили? Бля, ну. Да. Ну, либо я, короче, неправильно перевел, либо неправильно прочитал. Но я помню то, что было написано, что эпизоды эти есть. Я утверждать ничего не буду. Я просто передаю вам то, что я прочитал, то, что мне передали. Может быть, я неправильно это понял. Но говорят, что порт, в принципе, с точки технической нормальный, хороший, можно брать. Тем более 300 рубасов. Я считаю, что за такую игру это вполне себе год. Ну, знаете, вот был бы у меня выбор. Взять The Last of Us 2 или Silent Hill 4 The Room. Я бы взял Silent Hill 4 The Room. И перепрошел бы ее снова. Но, потому что, ну, вы понимаете, да, насколько уровень какой у обеих игр в плане относительно друг друга. Короче, вот. Вышел специальный выпуск Night City Wire по Cyberpunk 2077. Там показали, там еще, кстати, был Игромир Онлайн какой-то. Так вот, там продемонстрировали русскую озвучку, локализацию игры. Знаете, мне вполне норм показалось. Ну, то есть, я ничего плохого не услышал. Так что, это не уровень озвучки Star Wars Battlefront, когда озвучили блогеры. И там, ты просто такой слушаешь, блядь, господи, заткнитесь, пожалуйста. Там причем озвучивали NPC. Ну, то есть, это первое, я про первую часть говорю, когда озвучивали NPC. И было озвучено настолько отвратительно, что забейте. И МХОК, она какая-то неживая в сравнении, но норм. Тебя никто не заставляет, я думаю, играть с русской озвучкой. Так что, спокойно, ставь английскую. CD Projekt Red не против. Я думаю, у них будет сразу 10 озвучек в пакете. Особенно, если ты возьмешь, я не знаю, в Гоге. Там, по-любому, будет все. Что хорошо, вот, как раз-таки, Гог не ставят как таковых региональных ограничений. Ну, то есть, они там, по идее, какие-то вроде бы есть. Но, у тебя нету такого, что ты, вот, как, это есть на PlayStation 4, когда ты покупаешь, да, игру. А там у тебя русский язык, польский и английский. И там, типа, озвучки даже нет. И ты такой, окей. Эстонская будет? Ну, спроси. Короче, хз, она норм. Ну, то есть, она может показаться неживой в сравнении с чем-то, но это просто может быть из-за, опять же, синдрома утенка. И со временем ты сможешь к ней привыкнуть. То есть, пока она идет, да, ты к ней привыкнешь, к этим голосам. Ну, я посмотрел кастом, каст вполне себе нормальный. То есть, это вполне себе, вроде бы как, актеры, которые... Вполне себе, вроде бы, актеры годные, которые их не с помойки подобрали. И не за 5 рублей. И это не Филимонов, не Влад Коп, которые озвучивают... Которым лучше... Ну, не, ладно, Филимонов еще норм, ему мультики озвучивать. Ну, в общем, это не специфические актеры, это такие вполне себе разноплановые актеры дубляжа. И это не дикторы типа Репетура и Влада Копа, которых вот только вот... Они хороши в зачитке, но их как рассказчиков нужно совать. Вот Влад Коп очень хорошо ощущается в сюжетной игре по Гвинту. Он там рассказчика играет, озвучивает. И прям он там идеально заходит. Вот его метод озвучки и чтения очень хорош для таких ролей. Вот Вита из него вообще никакой в Мафии 2. А вот рассказчик офигенный. Ну, он как диктор хорош. И, кстати, ну, вот Владу Копу просто, по-моему, надо режиссера какого-то, звукорежиссера. Либо чтобы постарался. Потому что тоже Влад Коп озвучивал злодея в Доводе. И там он озвучил его хорошо. Ну, то есть, там прям не чувствуется, что это тот Влад Коп. И там, я дополагаю, звукорежиссер поработал над этим всем. И говорил, как и зачем и почему нужно говорить. Ну, или опять же был первоисточник. То есть, Влад Коп видел, как нужно играть и как нужно озвучивать. Чего обычно игры не дают. Ну, то есть, это прям вообще разный уровень был. То есть, взять того же главного героя Мафии 2. И взять злодея из Довода. И ты видишь то, что уровень озвучки совсем другой. И вроде бы мужик может, но хрен его знает, что на это влияет. То ли, как бы, источник. То, что у него есть. Либо, как бы, то, что ты меньше по времени занят. Потому что игры озвучивки все-таки это долго. И нужно быстрее все наработать. За меньше промежуток времени. И учитывая то, что теперь источника нет. Либо, я не знаю, либо звукорежиссер. Что-то из этого. Там это уже нужно узнавать. Я не знаю, идти кому-то из тех, кто близок к этой сфере. Может быть, брать интервью. И я бы, на самом деле, пошел бы с Ладом Баком поговорил. Почему? Вот просто я бы задал ему такие вопросы. Вот почему у вас вот такие озвучки? Да, вот они просто бездушные в играх. А вот в фильме вы хорошо озвучили. Вот как это работает? И мне бы было интересно узнать. На самом деле, вот эту кухню все. Ну, кто меня позовет, да? Я бы задал много вопросов. И взял бы, знаете, такое, ну, я считаю, неплохое интервью у него. И вот просто хочется поговорить с этим человеком. По этому поводу. Я как бы, да. Потому что, ну, некоторые роли у него-то, конечно, такие. В общем, первый скриншот по EDA 3. Непонятно, что это. Но в целом игра делилась на каком-то Unreal Engine. Оверкин не сказали, на каком конкретном движке. И Золотов тут сказал, небось, еще в Epic Games Store будет, если это будет так. А это, кстати, может быть так. Потому что Epic Games сможет ухватиться за вот эту вот соломинку. Которую протягивает утопающий оверкил. И просто перетянуть их себе, дав им денег на разработку. Плюс еще, как бы, разрешить бесплатно использовать движок. Ну, если это будет, как бы, подача к Epic Games. То, скорее всего, Payday станет эксклюзивом. Эта игра может стать эксклюзивом в Epic Games Store навсегда. И если это сделает Epic Games. Это будет просто бомбезная уловка. Но. Microsoft. Microsoft. Есть, короче говоря, оверкил. Они умеют иногда делать игры. Иногда они их доделывают. И иногда даже от недоделанных их игр становится хорошо. Купите их, пожалуйста. Дайте им нормально денег. И сделайте эту игру эксклюзивом ваших платформ. Это будет просто бомбезная покупка. Просто выкупите Starbreeze с потрохами. Вот серьезно. Им это надо. И может быть тогда... Ну, вот ТВД уже доделают, да. Может быть тогда еще Skybound такие посмотрят. Может быть, получат договориться со Skybound. Вернуть лицензию на Оверкилл The Walking Dead. Может быть, Оверкилл The Walking Dead доделают. Потому что сама... Вот сам концепт Оверкилл The Walking Dead. Вот то, что игра будет развиваться по сезонам. Выпускаться эпизоды будут. Там плюс сюжет и так далее. Учитывая то, что его можно доразвить, переделать. И как в случае, допустим, с тем же... Какая там игра была переделана? С тем же Anthem, да? Может быть, что-то получится сделать годный. Но тут как бы проблема была в том, что у чуваков, которые делали Оверкилл The Walking Dead, тупо не было денег. А проблема у Anthem была то, что Electronic Arts тупый долбоеб. Ну, простите, заман, конечно, но по-другому о них никак не сказать. Да? Так вот, и просто дайте им денег. Я думаю, что они это сделают. Ну, как бы... Блин, минус стрим. Ну, кто в записи смотрит на Ютубе, конечно, у вас не минус стрим. Ля, меня задудосили, ребят. Дудосы! Дудосы! Так, все отлично. Так, что вы последнее услышали? Короче, Anthem про Anthem мы услышали. Короче, Anthem там тоже, типа, не переделали. И, по идее, смотря, как игры некоторые... Ну, бля, ну... Ну, придется подождать. Я не знаю. Уже норм стало. Я вижу, что норм стало. Но это не самом деле не норм. Чтобы было понятно... Вы, понятно, скорее всего, не увидите, но... Покажу это Ютубу. Короче, да, кадры теряются очень сильно. И непонятно почему. Это Twitch, если что. Потому что у меня толком выключен. Это не роутер. Ну, вроде нормализовалось. Во-первых, Капитан Дингус не работает, потому что уже заказали. Во-вторых, это подкаст. Так что здесь бы это все равно не работало. Ну, в общем. Эта покупка будет хорошим решением со стороны Microsoft. Так что, надеюсь, не подумают. Новости приятные. Cyberpunk 2077 ушла на золото. Назначает, что игра на 100% выйдет 19 ноября. И просто тупо все отсосут там. Вот все вот эти вот тюк и все. Изи. Ля, ну, как бы, зачем нужна другая, другие игры, да, в ноябре кому-то? Потому что, знаете, у нас произойдет смена эпох. Раньше было похоже на Ведьмака. Да, ну, в смысле, все игры похожи на Ведьмака. Теперь будет, в общем, эпоха похожа на Cyberpunk. Всем новость, но готовность русского перевода к диску Элизиум уже 62%. Ну, ничего, нормально, к летам поиграю. Ля, у Зетшева все хорошо, то, что он копирует сообщение. Зетшева остановись. Короче. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Компания Electronic Arts стала партнером ЛГБТК+, игровой премии Gaming Awards. По словам представителя EA, компания рада спонсировать первую в истории игровую премию ЛГБТК+, и стремится отмечать разнообразие и вовлеченность в игровую индустрию. Учредители премии также сообщили, что голосование по публичным номинациям Gaming Awards завершится 31 октября. Оставить свои голоса желающие могут здесь. Где здесь? Ля, ну, Мавасик, ну, чё за нах... Среди публичных номинаций лучшая ЛГБТК игра, лучшая ЛГБТК стример. Ля, ребят. Ля, кто хочет потрогать мои сосочки? Только знайте, я шифонер. Кто хочет потрогать сосочки шкафа? Мм? Мм? Йоу. Ля, меня скоро за это забанят? Я не знаю. Я просто, короче говоря, столько наговорил уже. Мне не банят, не банят. Потом скажу, что корж гей. И всё, короче говоря, прилетит. Потому что на самом деле он квир. Я не знаю, что такое квир на самом деле. Но это чё-то тоже там такое. Бля, чё такое квир? Это тоже какое-то... Так, подождите. Сейчас я банно прилетит, как... Не та. Не та сцена. Илья, всё зафейлил. Начинаем заново. Кто это такой? Квир. Зантичный термин, используемый для обозначения человека, относящегося к сексуальным меньшинствам. То есть того, чья сексуальность отличается от общественного большинства. А, ну это просто другое название. Ну ладно. Окей. Окей, ладно. Выдвигаем, Лю. Выдвигайте! Не, ну ты... Не, ну кто-то может, конечно, задвинуть. Но лучше выдвигать, да. Вручение премии Gaming Awards состоится 24 февраля 2021 года. Ля. Отмечаем в календаре, ребят. Отмечаем, мать его, в календаре. 24 февраля 2021 года. Тупо мужской, мать его, праздник будет у нас всех. Девочки не допускаются на этот стрим. Да у нас, в принципе, их и нет. Они давно уже отрастили сосисоны и стали пацанами. Нормально. И это, на самом деле, нужно одобрять. 24 февраля. Я сразу беру выходной. Пишу, мол, ребят, ребят, выходной мне нужен. Меня спросят на работе. Почему? Я такой скажу. Там дают Gaming Awards. Мне такие, воу, воу, воу. Не, ну здесь, конечно, ты можешь взять оплачиваемый выходной. Мы здесь абсолютно не против. Мы лучшая организация, компания в мире. Твич скажет мне. Я же у Твича буду брать выходной. Да почему кадры пропадают? Ну, надеюсь, вы что-то там слышите, видите, существуете и так далее. Новость с пометкой молния. Ля, если это молния, то почему она такая большая, фальконы? 6 октября под комитет... Так, набрали воздуха? Набрали, набрали, набрали в уши, чтобы слушать. Я набрал, чтобы говорить. 6 октября под комитет по антимонопольной политике юридического комитета Палат представителей Конгресса США выпустило 449 страничный доклад по итогам 16 месяцев расследования политики четырех ведущих компаний в разных сферах Amazon, Facebook, Google и Apple. Ля, там, понимаете, хоть кто-то читал эти 449 страниц, кроме тех, кто их писал? Потому что никто мой диплом не читал, кроме меня самого, Блэд. Я вам просто никому не нужен. По итогам расследования под комитет Конгресса США пришел к выводу, что все четыре компании прибегали к антиконкурентным методам с целью укрепить свое положение на рынке. Согласно накладу каждой компании доминировали в своей отдельной сфере рынка, Facebook, социальных сетях, бла-бла-бла. Компания заплодотворяет своей властью, взимая непомерные сборы, навязывая жесткие условия контрактов, извлекая ценные данные от людей, которые на них полагаются. В расследовании указывается, что компания, возникшая вначале как неудачные стартапы и бросившие вызов в статус ОКО, превратились в огромных монополистов, которых мы в последний раз видели в эпоху нефтяных баронов и железнодорожных магнатов. Ля, в смысле? Ля, знаете, у меня такое чувство, что вот эти вот ребята, которые писали это все, они живут, в общем, в сказке. Тупо, короче говоря, у них есть домик. Они думают то, что монополистов огромных не существует. Они что, дети? Ля, вот, нет, они как раз не дети, потому что придешь ты в ясли, а там есть один, сука, монополист, который забрал все игрушки и такой Ты пытаешься отобрать, он такой Орет, и воспитатель такие Че ты бираешь, обижающий Сережу, отдай ему игрушку, пусть играть, потом поиграешь, теперь его очередь. А он, сука, каждый день так сидит. Скотина, Сережа. И эфирем не делал. А, ну, в смысле, это не он. Да, ну, мало ли, мало ли, вдруг ты вообще с играешь игрушками, такой, в эфире моим играется. Засранец. Комитет также пришел к выводу, что эти компании не только поглощают более мелкие фирмы для пользования их талантами и внедрения продуктов, но даже сам факт их существования держит потенциальные инвестиции в стартапы, которые могут считаться конкурентоспособными. Ля, ну это типа поглощение, че они за сказки придумывали? Антимонопольный орган подчеркнул, что Facebook за последние годы поглотило около ста небольших компаний, а должным образом в Федеральной торговой комиссии была расположена только сделка по покупке Instagram в 2012 году. Не, ну здесь, как бы, стоит описать, что Facebook дала этим компаниям. Если она их поглотила и закрыла, это другое дело. Если она поглотила их и тем людям, которые там работали, дала рабочие места, перевела, допустим, на работу Facebook, плюс увеличила оклады, это другое дело. Обычно, когда большая корпорация поглощает более маленькую, она обычно еще и оклад поднимает, там не просто так делается. Плюс она должна была заплатить, соответственно, собственнику этой компании деньги. Где эта информация? Почему из вот этого всего выудили только то, что очерняет компании? Но там же по-любому есть другая сторона медаль. Мне нравятся вот эти вот журналисты, которые вот хуячат, короче говоря, тупо что-то пропагандирующее. Кроме того, в докладе говорится, что при отсутствии реальных конкурентных угроз доминирующие компании предлагают меньше уровня защиты конфиденциальности и качество этих слуг со временем ухудшается. Я не понимаю, вот у нас есть ВКонтакте, блять, одноклассники. Ну, блин, Facebook, в принципе, в СНГ-сегменте, ну, или, я не знаю, ну, не только в СНГ-сегменте, в принципе, вот где-то около России, оно как бы толком не развилось. У нас есть ВКонтакте, да, там некоторые люди используют ВКонтакте. Многие организации, которые международные, у них есть русскоязычные группы ВКонтакте и даже есть люди, которые работают над ними. Вот, конкурент. В результате потребители вынуждены либо пользоваться сервисом с плохими гарантиями конфиденциальности, либо полностью отказаться от него. Плохие гарантии конфиденциальности. Если ты проходишь, там, двухэтапную верификацию, если ты не как дурак оставляешь все свои личные данные где-то в жопе мира, то как бы твои эти плохие гарантии конфиденциальности никому нахер не нужны. Если, естественно, ты оставил, там, кредитку, фотки с сиськами, у тебя, там, пароль состоит из пяти символов, двухэтапной верификации у тебя нету. Так что ты туда говоришь-то? Это ты дебил. Это не они дебилы. Подкомитет КГС США предложил рекомендации по фактическому развиванию этих компаний, а также восстановить и в полную силу антимонопольное законодательство и федеральное антимонопольное агентство. Ну, заебись. И чё? Типа... Если вы не можете дать что-то в развивающем сегменте лучше, чем ваш конкурент, то вы говно. Как бы... Вы можете спокойно развиваться. Делайте это. Только на другом рынке. Если вы хотите стать... Я не знаю, там... Конкурентом Твича, просто разбрасывая деньги и переманивая туда стримлеров, заключая с ними какие-то там баснословные контракты, не выйдет. Ну, блин, так не бывает то, что ты переманил стримлеры и все туда пошли. Ну, есть, конечно, дурачки, которые туда идут. Но, блин, люди пойдут других смотреть. Я не думаю, что они смотрят одного кого-то. Так не работает. Блин, даже на Ютубе так не получается, то, что ты открываешь второй канал, у тебя подписывают туда все. Блин, на Ютубе даже не получается заставить людей как бы понять то, что для того, чтобы тебе приходили уведомления, нужно нажать колокольчик. А раз у тебя не нажат колокольчик, да ты на Твиче тоже самое, то, соответственно, не приходят уведомления, и у тебя свежие видео не просматриваются, люди тупо о тебе не знают. Ну, то есть они подписались и забыли где-то год назад. Все, их не существует. И потом они же не будут там, подписавшись на 100 каналов, просматривать тебя. Так не работает. Так что нужно давать что-то, что людям даст какую-то альтернативу для чего-то. Какой колокольчик? Там есть, короче, найдешь. Ну, ты что колокольчик не робит? Ну, там можно включить уведомления, отключить, по-моему, уведомления, я точно не помню. Не знаю, вроде да, можно. В общем, хз на самом деле. Ну, то есть вот, ну, что они могут предложить сейчас Твич? По идее. Да, у них жесткая политика, я не знаю, там, поддержки всех возможных сообществ. Но вы понимаете, что никто не будет открывать площадку, где вам дадут полную свободу слова. Где вы сможете всех обсирать и так далее. Потому что что там будет? Там поселятся расистские движения. И так далее. То есть, и ты потом докажи, как бы, какой уровень расизма допустим. Там в шутках, неважно где. То есть, ну, есть какой-то уровень расизма, который допустим, потому что это шутки. Допустим. А на Твиче даже нельзя так шутить. По-расистски. Потому что это будет расизм. Хотя для тебя это не расизм, по идее. Это просто шутка. Да, и ты потом объясняй, не объясняй, и все равно получишь шайбу. И вот, как бы, какую-то свободную платформу, где можно, где есть какая-то свобода слова, да? Где можно говорить все, что угодно. Понимать какие угодно стримы. Ну, и понятно, что в каком-то... Понятно, что с какими-то все-таки ограничениями, типа, сиськи не показывать. Но, допустим, без всяких там ограничений то, что у тебя не нужно показывать там 20% тела, сиськи нельзя показывать и так далее. Да хрен с ним. Пусть эти стримы шипы показывают всем свои декольты. Какая разница? Боже. Пусть они, не знаю, светят ногами в экран. Ты выйдешь на улицу летом и на пляж пойдешь, ты увидишь то, что то же самое. Зачем просто? Пусть дети, я не знаю, там, какие-то вуайлисты, пусть они сидят дома и никому не угрожают, пусть они дрочат на этих стримершах и так далее. Чего их лишать этого? Кому это вредит, я не понимаю. Вот кому голые сиськи стримерш... Ну, не знаю, не голые сиськи стримерш, типа, декольты вредит. Кому вредит то, что, допустим, я назвал кого-то... Ну, в смысле, я назвал... Сказал слово на букву П вне там... Вне какого-то оскорбительного контекста. Просто обронил слово. Всем похер. Ну, почему такая бы никто... Ну, вот, вот... Это хотя бы вот одно направление такого... Подхода. Типа, сделать какую-то такую платформу. Что еще можно сделать? Да хер его знает, на самом деле. Здесь надо сидеть и думать, потому что у Twitch по идее есть все. Сделать меньше... Опять же, Epic Games тоже показали. Сделать меньше комиссию за вывод средств, допустим. Сделать более интересные, более... Привлекательные для партнеров условия. Сделать, опять же, удобную систему просмотра. То есть, на YouTube, по идее, удобная система просмотра стримов. Ты можешь отмотать стрим в любой момент. И пока идет стрим, ты можешь смотреть его в записи, по идее. Причем, ты можешь в любой момент вернуться к кофиру. Не как это сделано на Twitch, когда ты отдельную запись смотришь, да? И у тебя где-то там идет стрим параллельно. А ты можешь смотреть... Прямо, отмотать то же самое видео. Но, блин, все остальное у YouTube просто дерьмо. То есть, у них хорошо с технической составляющей, но с дизайном просто дерьмище. Этот YouTube гейминг, это просто забейте. Плюс... Всякие накрутки и так далее. То есть, YouTube вообще за это не парится. Миксер стримеров перекупил интерфейс, там был норм, не помогло. Нет, тут на самом деле не то, что не помогло. И Microsoft просто забили на это все. Там непонятно, в чем проблема. Но, как бы, Microsoft поняли, что там либо не светит ничего, либо они решили отказаться от этого проекта и так далее. Но, скорее всего, решили просто отказаться, потому что решили не работать с этим всем. Ну, плюс, и для того, чтобы... Для того, чтобы привлечь туда народ, новых стримеров и так далее, нужно, чтобы там была аудитория определенная, которая будет туда заходить, смотреть что-то. Это как-то нужно работать над этим, но я хз. На самом деле, есть люди, которые должны это уметь, должны предлагать идеи, и им за это платят деньги. Но таких людей у майков не было. Короче, в общем, все это возможно. И то, что здесь написано, то, что это монополия, нихуя подобного. Просто люди хотят получать много бабла, не вкладывая туда бабло. И по идее, ну... Естественно, если у тебя нет столько же денег, сколько Amazon, Facebook, Google и Apple, соответственно, ты не можешь ничего им противопоставить. Ну и, блин. А что вы хотите, чтобы, не знаю, был другой магазин, кроме Google? Вы хотите, чтобы была такая же система, как сейчас с... Ну, в смысле, они хотят. Чтобы была такая же система, как с магазинами ПК-игр, типа вот Origin, GOG и так далее. Тогда появится GOG 2.0, ну, типа на мобильных девайс, который объединит все вот эти вот... магазины в один. Какую я идею предложил бы Майкам купить Ubisoft? Ну, на самом деле, знаете, у меня такая была идея, то, что купить Ubisoft было бы хорошей идеей. Потому что они Bethesda купили, это хорошо. Ну, Ubisoft чуть посильнее, чем Bethesda будет. Хотя бы за счет того, что они выпускают столько дерьма, которые почему-то покупают. Это непонятно. Ну, купить Sony, это будет прям ход конем. Да. Беситка на халяву, почти ушла Майкам. Там с Карим, ты чё? Короче. Поехали дальше. Тут раздевают PS5, мы не будем это смотреть. Парнуха запрещена на стриме. Выходцы из CD Projekt Red и Techland представили The Invincible, игру по мотивам романа Станислава Лема с нелинейной историей в реттофутуристическом сеттинге. The Invincible, дебютный проект польской студии Star Wars Industries, основанный бывшими сотрудниками бла-бла-бла. Разработчики называют его научно-фантастическим триллером от первого лица, где развитие сюжета будет зависеть от решения игрока. Действие игры развернётся на планете Regis 3, куда главный герой вместе с другими членами космической экспедиции отправился на смертельно опасное задание. Ему предстоит выжить в враждеподобном... Враждеподобном... Враждеподобном? Враждеподобном мире и выяснить, что произошло с его коллегами, используя продвинутые аналоговые... Продвинутые аналоговые приборы и технику. Блять. Такое, знаете, сейчас включим бубокс, погнали! Вынеси мозг этим инопланетянам при помощи Ласкового Мая! Бои! Нет, подождите. Белые розы! Белые розы! И такие, знаете, инопланетяне поплыли, такой, нет! Если он ещё и Кая Метова вробит, и там, больно мне, больно! А нет, это Казаченко, извините, Кая Метов не помню, чё пел. Неважно. Релиз The Invincible запланирован на 2021 год, у игры уже появилась страница в Steam. Другой вопрос. Какие это выходцы из CD Projekt Red и Techland? Что они делали? Тут нужно уточнять, потому что, если это мамин парень, уборщицы третьего поколения, которая видела краем глаза, как Дракман трахал мужика, во время того, когда они обсуждали игру какую-нибудь, то, как бы, это не считается. Вот если бы она принимала в этом участие, тогда бы считалось, да. Потом мы бы узнали, то, что она на самом деле транс, ну и потом уже повнеслось бы, да. Это вот реально бы считалось. Вот это одобряю. Бля, можно говорить, что я всё одобряю, и всё будет хорошо. Так, давайте, что это одобряем? Шашлыки одобряю. Макаронима одобряю. Возвращение совка на стримах одобряю. Одобряю. Тупо, тупо одна партия на стриме. Называется... Я не могу никак ЦК КПСС переделать. КПСС. Коммунистическая партия Советского Союза. ИПТС. Илюшинская партия Твитчерского Союза. Свен Винке. Продажи Балтерс Гей 3 в раннем доступе безумные. Похоже, Ларьян не ждала такого количества игроков. Глава Ларьян Свен Вин... Свен Винки. Свинки. Он свинки. С. Винки. Свинки. Свинки. Прокомментировал старт Балтерс Гей 3 в раннем доступе к своему Твиттере. Игра досталась отступна вечером 6 октября. Судья поставила бла-бла-бла. Одновременно пик 73 тысячи игроков. Не, ну это Балтерс Гей 3. Многие ждали. Так что... И говорят, что в плюсе она. Окей. Ну, в смысле, положительные результаты. Ничего, гуд-гуд. Хорошая игра, хорошая продажа. Как обычно. Важная новость. Очень. Рейзер представил банковскую карту со светящимися логотипом для геймеров. Ля, я даже не знаю... Сколько надо? Это, по-моему, бесконечная сумма доната будет. Надо просто открывать, короче, сказать, мол... Все деньги тупо мне кидайте. Я буду кидать их на банковскую карту со светящимся логотипом для геймеров. И показывать вам. И вы будете понимать, что ваши деньги не ушли в никуда. И не зря. Не зря вы мне их отдали. Всю вашу зарплату. Я не знаю. Там, карманные деньги. Накопительный фонд пенсион. Какую смешную шутку сейчас сказал. Подарки на день рождения. Все ваши наследства от африканского принца и так далее. Ты отобряешь ЛГБТ. Да я сам ЛГБТ. Ты что? Прям... Фулл хомо. Короче. Это все новости из Дискорда. Но это еще не все. Я готовился к сегодняшнему подкасту. Хоть разок-то надо было подготовиться. И... Ля, давайте я, короче, сделаю так. Только те, кто знают, не говорите, пожалуйста, кто это может быть. Окей? Короче, анонсировали каст. Новой экранизации. Resident Evil. Если кто-то знает, молчите пока что. Resident Evil. И там, естественно, сменились все актеры. И говорят то, что режиссер... Сам режиссер говорит. Он снял Бездну 1.2. Он говорит то, что он хочет сделать фильм по мотивам первой-второй части серии. И все будет проходить в 98-м году. Про Сарвен Бреллу. Так вот. Давайте вы будете угадывать. Пытаться угадать. Кто из... Из актрис и актеров, кого играет? Давайте начнем с самого начала. Кто это? Да не актриса, а персонаж. Ля, какая Эбби. Вы наркоманы, что ли? Ля, ну это типичный барни. Короче, это Клэр Редфилд. Не, ну Клэр Редфилд в принципе нечего получилось. Одобряю. Клэр Редфилд одобряю. Ну, она симпатичная актриса. Хрен. Как ее зовут? Сейчас, погодите. Я посмотрю. Что мне заполнить. Это Кая Скаделя... Скаделяра... Скаделарио. Ебать. Кто это? Не, ну здесь реально похож, кстати. Вот здесь хорошо актера подобрали. Вот реально похож. Ну, пелка-пелка сразу угадал. Да, это Крис Редфилд. Ну, он... Вот он реально хорошо подобран. Это не... Блин. Ну, я даже не знаю. Как звали этого актера, Который в побеге с теми вместе играл. И еще сыграла Криса. Вэнфорд Миллер. Он тоже был неплох, на самом деле. Тоже был... И тоже похож. Но ему подкачаться просто. И все. Не, ну... Крис изначально был дрищом. Все нормально. Самое главное просто, кто из них будет геем. Та-та-ра-та-та-та. Уэскер, конечно. Ты что, он же... КРИС! Ты не можешь прожить всегда! Бега со своим пенисом. И хочет, чтобы этот пенис кто-то прижал. Кто это? По-моему, мы нашли ответ на вопрос... Затшоу. Принцов Филмилл. Ну, че ты спойлеришь? Ты же знаешь. Это... Леон Кеннеди. Ля. Был бы я, короче говоря... Как ее называли? Эшли. Был бы я Эшли, я бы не кричал Леону хелп. Я бы сказал... Хелп! Леон вэр! Спасить от Леона. Ля. Просто Леон... Идеальный. Вот, вот... Я таким Леон и представлял. Мм. 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 Не, ну это вы, наверное, знаете уже. Мне вчера это кинули. Эта актриса, короче говоря, играла в основном... В Игре Престолов кого-то там. Арнеллу что ли? Я не смотрел Игре Престолов, я посмотрел Кинопоиск. И она играла, по-моему, злодея в Последнем Человеке-Муравье. Это Джилл Валентайн. Но... Сзади она Барни. У него, короче говоря, две стороны. Это как... Профессор Квирл. Спереди профессор Квирл, сзади Волан-де-Морт. И такой поворачиваешься, такой... Ни хуя, если не валяшка. Так вот, здесь тоже не валяшка. Судя по всему. Так что... У нас будет шоколадный сэндвич, мне сказали вчера. Хорошая шутка. Этот тоже похож. Давайте, это легко. Но он реально... Он реально похож. Ну, с мужским, кастно, знаете, вот... Вот... Немножко с женским норм и с мужским норм. Вот, 50. Не, ну точно... Тиран. Мастер-чиф. Ля, ну здесь лицо-то похоже на мастера-чифа, да. Это Вескер. Типа похож. Ну, это Улим Биркин. Здесь, я думаю, даже можно не гадать. Никто даже не помнит, кто это такой. Это Биркин. Ну, типа, знаете, каст, он вроде бы, как бы, странный. Но вроде бы норм. Не, ну на самом деле, Джилл не такая шоколадная. Она, типа, норм. Но, как бы, если сравнивать ту Джилл с Джилл из второй части. Из старой, да. То там, как бы, ну, понятно, что Татт жил намного лучше. И... Где Элис, действительно. И... Главное, чтобы они не запихнули никаких выдуманных персонажей. Каких там клонов, блядь. Чтобы, главное, самое главное, жена режиссера не участвовала в этом всем. Чтобы не придумал никакую роль. Вот если реально подумать. А на... На роль какого персонажа могла бы сгодиться Милка? Она же вообще не подходит. Ни под какой из персонажей. Клэр? Ну, типа, может быть, Клэр. Может быть, даже... Нет, Джилл точно. Но хотя Джилл... Медичка? А, как ее звали, кстати? Да, как ее звали. Не, ну она же... Милая, как Шева. Ля, точно, это Джилл... Джилл Валентайн. А... Нужна на роль Шевы. Ля, ну Шевы там так... Какая Мила, как Шева. Господи, ты видел какие пердаки у Шевы. А, Милла там... Ть-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я-я. Так это все еще накладное. Ботокс. Ребека, да, Ребека. Вот, ну, в общем, вот такой касс. В принципе, не, ну... Леона бы заменить, а так, в принципе, норм. Не, ну даже... Джилл вполне неплохая, я бы сказал. Но Леон это пиздец просто. Господи, за что? Он вообще ни разу не похож. Знаете, ну даже у Джилл можно ухватиться. Она не такая и шоколадная, на самом деле. Ну, на самом деле, она... То есть, многие говорят, что она чернокожая. ХЗ, по-моему, она мулатка больше. Не знаю, по-моему, норм. Ну, если абстрагироваться от Тоджилл. Ады не будет. Бля, ну, кстати, Ады тоже была хорошая у... У Пола Андерсона. Но, бля. Там они были ставлены, эти персонажи просто ни в какую. Да. Да, если что, вот Watch Dogs Legion. Там какая-то была информация о нем. Но самое главное сказать, что мультиплеер в игре появится только 3 декабря. На релизе его не будет. Ля, работали, работали, недоработали. Тупо просрали все. Там будут какие-то кооперативные миссии, ПВП и так далее. Но мы все знаем, что игра будет шедевром. После него, в принципе, никакой киберпанк не нужен. Потому что зачем оно нужно вообще? Все же, этот актер лучше Лайв Нисома в роли Леона. А что, был Лайв Нисом в роли Леона? Я просто, как бы, если это шутка, то я... Она тупо улетела. Дальше, нам просто... Напролет. Тупо хэдшот и... В одно ухо, в одну ноздрю и в ухо вылетело. Если что, кстати, сейчас, скорее всего, вы покончите жизнь самоубийством. Потому что... Shadowlands для World of Warcraft тоже перенесли. На этот раз на 27 октября. А, нет. Перенесли с 27 октября. На неизвестный срок. Кого? О, понятно. Далекий человек от цивилизации. Хищник далекий. Да, и тут как бы проскочил еще слушок. То, что Джейми Фокс, который сыграл в злодея Электро. В новом Человек-пауке 2. Это тот самый, короче, Человек-паук. Который никому не понравился. И поэтому у него только две части, а не три. Он сыграет в новой части про Человек-паука. Который с этим... С Холландом. Он сыграет там снова Электро. И типа из этого многие взяли там... Провели поло... Провели там стрелочки и так далее. И решили то, что грядет Spider-Verse с тремя пауками. И будет как бы фильм про Человек-пауков. Вот с Магуайром, Гарфилдом и Холландом. Ну, на самом деле, это было бы круто. Ну, понятно то, что Магуайра сразу сольют. Потом Гарфилда позже сольют. И Холланд один останется и всех подебит. Ну, просто для того, чтобы свести все каноны в один. И показать то, что вот есть один Человек-паук. И мы его доим. Бля, я не хочу знать, как доят Холланда. Там еще была, на самом деле, история то, что Холланд сейчас снимается в... В этом... Ну, сейчас идут съемки уже фильма по Uncharted. Естественно, Дракман... Какое хорошее кино! Очень хорошее кино! Вот, знаете, меня интересует, а кто-нибудь вообще из тех, кто создавал игры, хоть когда-то плохо отзывался о тех, кто делает экранизации их игр? По-моему, никогда такого не было. Только, по-моему, Сапковский говорил то, что игрализации его книг полное дерьмо, и он их ненавидит. А вот сериал просто охерительный! Отзывались кто? Ну, на самом деле, то есть, это не экономия на актерах. Тут оплачиваемый актер, по идее, это Холланд. Потому что он сейчас играет текущую роль. Я не думаю, что Магуайр и Гарфилд могут запросить много денег. Потому что, если они не будут согласны, то, по идее, эту идею можно отменить. Я не думаю, что там мало сценариев для Человек-паука. Я думаю, сначала пишется, ну, типа, предлагается какой-то гонорар. Потом пишется, дописывается сценарий. Потом они снимаются. Ну, то есть, я полагаю, делается так. Потому что писать сценарий, не зная, согласится актер на эту роль или нет, это бессмысленно. Ну, некоторые, да, режиссеры, типа, и странные люди, типа Дэвида Кейджа, пишут сценарий под одного актера. И не знаю, согласятся они или нет. Если, допустим, у каких-нибудь теменитых режиссеров, типа, Нолана, может, получится, зазывать таких людей, и они не откажут. То, у некоторых решает вопрос, как бы, ну, деньги решают вопрос. И, по идее, так как сейчас у Магуайра и Гарфилда толком роли нету, я не думаю, что они потребуют много денег. С Marvel за роль, по идее, в одном из блокбастеров грядущих. Так что, не думаю, что здесь будет проблема в деньгах. Ну, учитывая, сколько там, учитывая то, что Marvel и Sony работают вместе, да, я думаю, что там бюджет нормальный будет, такой, ходовый. Так что, получается, там, Sony просто разрабатывает всю вселенную, там же у них еще Вином есть, потом еще что-то будет, потом они все это с... Дэдпулом совместят, Дэдпул же тоже к ним, да? Да. Дэдпулом с Людьми Икс и так далее. По идее, Sony могут параллельно разрабатывать тоже свою комиксную вселенную, обвинить в Людей Икс, Человек-паука, это же тоже будет, по идее... Там тоже есть вселенная, да, с Людьми Икс, Человеком-пауком, по-моему. Человек-паук живет вон просто везде, и у Мстителей, и у Икс-менов. Так что, по идее, почему бы нет? Может сработать. Слухи ходят еще, что Майкрософт хочет купить Сегу. Это будет тоже бомбически, если возьмут. Ля, ну, блин. Купить Старабриз было бы более адекватной идеей. Главное, что режиссером у меня был Ридли Скотт. И сейчас, короче, завтра объявляет. Ридли Скотт снимает 50 картин параллельно. Во всех будет библейский мотив. Продюсер Сарик Андресян. Знаете, все такие... Ля, контент пошел. Просто попкорном закидываются. Даже в США такие... Ля, контент пошел. Я посмотрел. Просто идеально. И только еще туда закинуть сценаристам... Как его зовут? Режиссер Ля, контент по мечте. У него тоже одни библейские мотивы. Аронофский, что ли? Да, Даррен Аронофский. Вот. Его еще с филаристами будет вообще... Лучшая троица людей, чтобы делать фильмы. Кроме своей серии хорроров Supermassive Games, которые сделали еще Until Dawn, они вроде как разработают работу на какой-то герой с открытым миром, потому что они повесили объявление, что им нужен такой человек. Поэтому... Может быть, что-то выпустят, но опять какой-нибудь хоррор будет, типа Санит Хилла и так далее, старенького. У Сеги дофига всего. И права на торговую марку GameCube. У них есть Соник. Тупо Соник у Майкрософт. Это вообще идеально. Шен... А нет, Шен мне им принадлежит. Дофига всего. Вон, просто все игры из Стима, которые есть старые, уже пойдут неплохо. Да, и, кстати, тут, в общем, объясните мне вот это решение. Зачем поменять лицо Человека-пауку в ремастере? Типа, чтобы он стал больше похож на Холланда? Ну, потому что ремейкнутый... Человек-паук похож на Холланда теперь. Вам не кажется, что он похож на Холланда? Мне кажется. Только зачем? Плюс, по-моему, деталей стало меньше. Ну, хотя... Нет, подождите, это... Это просто с ролика взяли. Понятно, слева это скриншот из игры, а справа это... Из ролика. Типа, они захотели просто приблизить свою вселенную к... Вселенной... Киновселенной? Надо игру перепродовать. Вот, взяли лицо популярное. Лиля, ну это же не он, по-моему. Ну, это не он. Это не его лицо. Просто похожее сделали. Было лицо заебанного Женичеловека, теперь лицо заебанного Холланда. Че-че не нравится? Короче, такие дела. А это что за херня? Зачем я это зашел? Да, ну и, короче, Юбисофт опять жалуется. Не знаю, там Юбисофт, по-моему, не проходит вообще недели без того, что кто-то не пожалуется на то, что к нему домогаются. Куда ушли те времена, когда сидит баба, да? Мужик подходит к ней и говорит, Слушай, мы тут работаем столько уже, год целый. Го потрахаемся такая. Да че-то сегодня как-то... Да не, норм, го потрахаемся. И тупо в подсобку пошли потрахались. И все, как бы, ну... Секс би... Договорен... Договорной секс, безответственно, что сейчас... Он посмотрел на меня левым глазом. Он меня изнасиловал морально. Боже, давайте его уволим. Или там реально, в общем, сидят в Юбисофт просто и HR. И такие, давайте наберем извращенцев просто на работу. Тупо извращенцев одного за другим. И там, в общем, у них домогательство, не знаю, там подглядывание под юбки и так далее. Как это работает? Почему, допустим, в... Не знаю, там... В CD Projekt Red никаких представаний нет, а вот Юбисофт на каждом... А, потому что там же набирают по скиллу, а не по... По тому, к каким меньшинствам ты принадлежишь, точно забыл. Ля, ну когда не дойдет до того, что тупо они... А мы не будем делать игры, посмотрите, нам бесплатно деньги. А можно я тоже, короче говоря, скажу, то, что Юбисофт меня изнасиловали, когда они мне продали Assassin's Creed 3, а он не работал. Мне еще нравится. Я ничего не буду говорить. Но мне нравится это фото. Ну вы понимаете, почему. Мне не стоит говорить, насколько... Знаете, это как вот в школе... Ставили... В первые ряды, да? Того, кто там пониже, да? А если, допустим, ты брюки хреново надел, или там у тебя грязные джинсы и так далее, тебя ставят сзади, чтобы они были скрыты за... Ну, когда фоткали на фотографии. Чтобы они были скрыты за первым рядом. Бля, ну вы понимаете просто, они... Они даже фотографию не могут сделать нормальную. Они специально расставляют вот так вот, чтобы... Ой, боже. Ну, либо мне кажется, но, блядь, нихуя не кажется. Ну нет, ну не может мне казаться. Это специально так людей расставили на фотке. Бля, вот этого чувака жалко на самом деле. Вот я считаю, что он должен подать жалобу на то, что... А, он не может подать жалобу. Он... Белый спермобак. Все ок. Нет, такие не подают жалобы. И они просто, ну, прописано, что... Нельзя. Просто наслаждайся. Ешь, ешь говно, работай за еду. Все. То есть получается то, что ты работаешь за говно. Изи, так это как бы оплата в Ubisoft такая. В общем, это вот такие вот новости. Че смог, кто набрал. Теперь у нас... Основная тема. Она называется... Как она называется? Как у нас называется тема на сегодняшнем подкасте? Эм... Сейчас, погодите. Что такое эта осень? Перевожу на человеческий русский язык. Это значит, то, что у нас наконец-то... Так как октябрь. У нас есть установленный список релизов до конца года. Поэтому мы можем понять, что такая эта осень в плане игр. И во что мы с вами можем поиграть до конца этого года. Спойлер. Список удручающий. Крайне удручающий. Но какие-то просветы добра есть. Определенные. Я выписал на бумажечку. Все. Чтобы не забыть. И сразу, как бы... Идем с места в карьер. Просто лучшая игра осень. Это Postal Redux на Switch. Вот Семикнюк зря продал. Отдал, точнее, Switch. Не дождался этого момента. Postal Redux, мать его. Это то, ради чего стоит просто покупать Switch. Потому что ты зайдешь в поезд метро, сядешь и тупо не доедешь. Потому что тебя уже примут там, снимут с вагона по середине станции. Изнасилуют, захерач. Потому что ты террорист. Пока, не знаю, кто-то подкладывает бомбы под Статую Свободы. Бля, я даже не знаю, что я сейчас сказал. Неважно. Ну, все это будет происходить в 2368 году. А потом я проснусь и пойму то, что на самом деле я крепостной 11 века. Бля, что я сегодня ел? Я сегодня ел рис и рыбное карри. Домашнее, между прочим. Так что оно, по-моему, уже все. Так вот. Ой, знаете, что прям перечислил? Yakuzo, Baldro, Destiny Addon, Cyberbullying, Postal, Passos of Lagala, Когда зли русские. Ну, ты перечислил еще те игры, которые еще не вынесли. Ну, по идее, Yakuzo уже давно вышла в Японию, да? А, нет, подождите, она не вышла. Неважно. А, как бы, аддон Дустана, ну, короче, тут все есть у меня. В общем, погнали. 20 октября, наконец-то, выйдет нормальная, хоть что-то за месяц. Это DLC к Doom Eternal. Там будет без музона Мика Гордона все. Предполагают те же самые разработчики. Короче, я не знаю, как можно заруинить эту систему, которую придумали в Doom Eternal. Так что, по идее, это будет, скорее всего, весьма проходное, плоское DLC, в которое можно, в принципе, будет не играть. Но так как у меня оно, в принципе, есть, я поиграю. Так что, почему бы и нет. Поместить часика 2-3 было бы неплохо. И в этот же день выходит Amnesia Rebirth. Вот это я не знаю, кстати, стоит ли брать или нет. Потому что что-то как-то, ну, амнезии уже так много. Плюс еще там что-то намутили непонятного. Так что, ну, кстати, намутили непонятного. Там опять, не то что непонятного. Там опять Lovecraft, все такое, начинается. Так что, стоит ли в это играть? Ну, по идее, эти ребята сделали сому. Сделали другие игры более-менее вменяемые. Так что, может быть, Амнезия как-то изменится. Но та же Amnesia Rebirth, которую... А, нет. Амнезия делает ребят, делает как раз-таки Fictional Games. А вот после Amnesia Rebirth как-то в Амнезию играть не хочется. Потому что там, по идее, больше притчи, чем хоррор. И он был достаточно проходной. Здесь, по идее, раз это Rebirth, то, может быть, что-то они придумают новое. Так что, может быть, Амнезия будет. Точно не знаю. Но, хз. Попробую попросить у них ручек. Дадут, не дадут? Ну и самое-то главное, я забыл, у меня аж обведено здесь. Asterix HHL. Asterix HHL Remastered. Я считаю, что нужно пройти заново. Потому что одного ППЗ не хватило. Нужно снова испытать радость от этой игры. Лучшего дизайна и вообще. Когда? 20 октября, между прочим. Угу. Синейки какие-то левые разрабы делали, нет? Они, они еще сделали... Asterix HHL. Asterix HHL. Там тоже игра, бродилка, ходилка, пьеделка, сопелка и так далее. То, что я люблю вставлять в такой вот... Asterix HHL. Такой список синонимов. Да, 23 октября выходит Трансформер Battlegrounds И это один из тех примеров, когда Clonex.com плох И даже смотришь ты на Химеру Сквад и смотришь на Трансформер Battlegrounds и понимаешь то, что На самом деле Химера Сквад Достаточно таки хороша Я кстати поиграл в Химеру Сквад на трехчасовом заказе Я не сказал, что игра прям очень Плохая, но Она прям не завлекает ничем То есть сюжет это прям Какой-то, знаете, вот Хм для детей, то есть если в Обычном Хм у тебя там Угроза какая-то нависла Людей пленят эти Все пришельцы нападают То здесь как будто ты мультик какой-то Смотришь, там бегают такие Герои, мы все убьем этих пришельцев И так далее, вообще какие-то Рэмбо бегают И они только бляха-муха вышли Стренировки уже убивают Крутых мобов и так далее И сам процесс Пошаговый Он там Прям по ходам Ты по очереди ходишь Он очень странный Сейчас мне не понравился Он неплохой, скажем так Но он странный Мне не зашел Так что игра очень сильно На любителя Во-первых, она очень средненькая Во-вторых, на любителя Так что если вы не любитель Вам не понравится такое То, скорее всего, для вас игра будет плохой Но в целом она такая Средненькая Она ничем не привлекает Так что я три часа поиграл Ну ок, ладно Я посмотрел, что это такое Еще же Киберрайнер И как там Я что-то такое слышал, да В октябре выходит Ну это, по-моему Тоже Индия Я что-то не выписал Я, по-моему, выписал Нет, не выписал Ну да Киберрайнер Я смотрел, смотрел Что-то смотрел Ну и ладно Пусть будет 29 октября И 30 октября Выходит Ну получает Самый большой релиз Октября Это Watch Dogs Legion Здравствуйте Игра года И выходит Новый эпизод Новая глава Точнее Новая игра От разработчиков Until Dawn Это Little Hope Там опять будет Что-то завязано На Типа реальных событиях И прочее Ну в общем Игра на три часа Которая может быть Против кого-то Посмотрим Я на самом деле Хочу мне поиграть Опять же Не знаю С кем С Викой Может Сережа придет Не, блять Сережу Хуй вытащишь Сережу еще находить Until Dawn Нормально Until Dawn Until Dawn И самое-то главное Знаете 6 ноября Выходят три игры Первая Это Dirt 5 Ну я думаю Понятно Что от нее ждать Это Dirt 5 Вторая Это Need for Speed Hot Perseed Remastered Причем Люди Посмотрели на Анонс этого Ремастерда И такие А где игра-то Новая Причем как бы Ценник повысили А игра та же самая Ты такой Открываешь Steam Смотришь на игру Игра есть Ролик смотришь Игры нет А где игра-то Новая В общем Игра просто Стала чуточку Темнее А там В принципе Все осталось Точно то же самое Но В принципе Ход Perseed Он как раз-таки Прикольная часть серии Потому что там Клевый мультиплеер Вот мы прямо Зависли в мультиплеере Этой игры Когда я еще был В Econnete В локальной сети Мы там Набрали этого Ход Perseed И мы прямо Гоняли Это было круто Гонять за копов Против гонщиков Там мультиплеер Крутой на самом деле Я не особо так В мультиплеер На фейс гонял Потому что Они все не очень А вот здесь мы залипли Плюс это еще Тая игра Которая приставила Автолог Ту самую систему Которую до сих пор Насилует ИА И она как бы Не нужна нахрен Но она типа есть Да Но самое-то главное Название третьей игры Тоже гоночной Аркадной гоночной игры Описывает то Что будет из Dirt 5 И с NFS Когда они выйдут 6 ноября Она называется Рект Она реально так называется Рект Я когда посмотрел В общем Трейлер Там в общем Можно эпилепсию схватить Так что я не буду вам показывать Потому что По-моему Кто-то увезут с пеной Изо рта Не будем Но если хотите Можете посмотреть Она называется Рект И выходит То же самое Действие что InforSpeed Hot Perseed Dirt 5 Как это просто Иронично это получилось Рект Нет просто Рект Ну типа А как это перейти на русский Облажался Проиграл И так далее Короче вот 10 ноября Выходит то Что вы все хотите Чат Очевидно Что Этого вы ждете Больше всего Давайте Скажите мне Что вы ждете Не смотрите на дату Что вы ждете В этом году Из игр Оставшем году Части года Что вы ждете Больше всего Давайте В жопу Правильно Золотов говорит В жопу Да В жопу Золотов говорит правильно Нет Золотов ты правильно Сразу написал В жопу Мы все ждем В жопу Потому что Assassin's Creed Valhalla Это то что нужно Вот прям Точно то же самое Всегда думал Как это В жопу Ммм Вот оно Ты просто Вот так Вот так Делаешь Просто вот Люди повзрослеет Такие думают А каково Это в жопу Этот Assassin's Creed Valhalla Вот так Вот их Да А если ты купишь Делюкс издание То это без Смазки Прям Ммм Ммм На полный На брудершафт Просто На брудершафт Жоп Да Ну в общем На самом деле Тут выходит Более Значимое событие Выходит Beyond Light Для Destiny 2 Ну на самом деле Destiny 2 Живет Destiny 2 Покупается Доны Игра крутая Мне не хватило Сил Возможности Времени И желания Тратить на это Слишком много Времени И денег Поэтому я забил Я просто смотрю Как люди там Сидят по тысячам Такой Не ну нахер Там просто На самом деле У комминти Что-то Чисто Слишком большое ЧСВ Мне рассказывают Что есть Сходка Ветеранов Дустана Просто Просто Как это Что такое Ветераны Destiny Ты такой сидишь Думаешь Хм А есть ветераны Тетриса Ля Я С детства Играю в Марио Есть ветераны Марио Знаете Собираются такие А мы Ветераны Battle City И такие приходят И говорят Точки Форевер Ля Просто Само 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 Блять Название Сходка Ветеранов Destiny Ладно Не знаю Просто Сходка Любителей Дустана Не знаю Там Сходка Вахаебов Ну Я думаю Что вахаебы Не обижаются Когда их называют Вахаебами Потому что Если ты говоришь Что вахаеб Да человек То он Ебет Вархаммер А так как Вархаммер Это качественная вещь То он Ебет Что-то Качественное А когда ты Ебешь Что-то Качественное Простите За мат Я уже сказал Много раз Мат Ты как бы Ну Значит Ты норм Чувак Потому что Если ты обижаешь На то Что Тебя называют Тем Кто Трахает Что-то Качественное Ты Странный Человек Какой-то Очень Странный Я Я Я Я Я Не стал Такими Общаться Людьми Сейчас Так вот Есть Как бы Люди Просто Ну Типа Сходка Вахаебов Они приходят Такие И Тупо Глушат Бухло А что Делается На сходке Ветеранов Дестани Обсуждается Что происходит На рейде Какие-то Тактосы Не знаю Там Математика Выстрелов В гамбите С Апрелённого Расстояния Из базуки Что-то Происходит Что-то Происходит Не знаю Сходка Не знаю Зрителей Баю Эленрад Там происходит Тупо Ничего Просто сидим И смотрим Друг на дружку Вот А что там Происходит Ну Я могу Представлять Что у нас Происходит Тотально Ничего Ну Я реально Интересую Прям Очень интересно Капец Сходка Фанатов Ассасина Ну Там-то Понятно Там-то Жопу Там Все Понятно Ну Блин Дустаны Они же Типа Дустаны Короче Там Очень Сложное Обсуждение Каких-то Прикольных Вещей Да Короче Ладно Поехали Дальше Того же Самого Числа Выходит Ремейк Игры 13 Хочу Кстати Поиграть Не играл В оригинал Хочу Поиграть И Якутзе 7 Ну Якутзе 7 Это Конечно Уже Детсад Потому Что Можно Гонять На Картинге Розовом Не Подскажечка Платить Ветеранов Это Сидо Мне Очень Интересует Простите Очень Хочу Иди В жопу Спасибо Что Подсказали 12 Наверя Выходит Такой Маленький Релиз PS5 Там Какие-то Игры Еще Выходят Но Это Не важно Потому Что Нас Кто Будет PS5 Брать Я Думаю Что Из Тех Кто Это Слушает Никто Не Будет Брать PS5 Я Тоже Не Буду Брать PS5 Потому Что Тупо Деньги На Ветер Я Лучше Пойду Куплю Я Не знаю На Стол И Сожгу И Нахер Потому Что Они Мне Не Понравились Бор 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 Ты Будешь Покупать PS5 О Денис Понятно Ладно Денис Пропащий Человек Крыш Бандикут Играет Четвертого Ветераны Сильные Фанаты Качимучие Это Одни Те Ж Люди Симбиоз Этого Мира Допустим Я Потерянные Люди Нет Чтоб Подождать Один День И 13 Ноября Играть Первое В Call of Duty Black Ops Cold War Между Прочем Релиз Этой Осени Между Прочем Мультиплеер Кто Что Самое Главное Заставит Вас Еще Качать Патчи Каждую Неделю И Захламлять Захламлять Забирать 200 гигабайт Свободного Места На жестком Диске А Что Просит SSD И без Него Не Работает А Именно Тетрис Эффект Конечно Же Вспоминаю Как Тетрис Как Тетрис Юбисофт Не смогли Портировать Нормально Мне Прям Плохо Становится И Самое Главное Kingdom Hearts Melody Of Memory Короче Это Ритм Игра Во Вселенной Kingdom Hearts Видимо С песней Kingdom Hearts Я Конечно Хотел бы Сейчас Спросить Кто Блять В это Будет Играть Но Я Встречал Некоторых Фанатов Kingdom Hearts В это Будут Играть Здесь Тоже Это Короче Говоря Как Фанаты Сидж Они такие Бля Мы не будем Покупать Эти Игры Тупо В донате В Сидж Возьмем Элитку На Бака Погнали Вон Вон Бор Купил Все Элитки Я уверен Я играл В MV19 Просто Игра В обновлении Установку Шейдеров Да Это На самом Деле Новый Call of Duty Это Бенчмарки Твоего Жесткого Диска Ни Одна Утилита Не может Проверить Твой Жесткий Диск Как Call of Duty Modern Warfare 2012 Года Когда Она начала Ставить Мне Патч После Патча Я понял Что Пора Прощаться Я Захожу Такой Батлан Думаю Ладно Пусть Обновляется Запуская Хочу Запустить Игру А на Свет Счет Патч Такой Или Не встречались Отлично Это Как Бухать После Водки Да Ну В общем 19 Ноября Здесь Без шуток Cyberpunk 2077 Здесь Шутки Отбросили Я Даже Не знаю Стоит Ли Мне В этот День Вообще Стримить Ну То Стримить Я думаю Когда Выходит PS5 Нет Смысла Потому Что Все Будут Я думаю Смотреть Что Такое PS5 Так Что По Идеи Можно И Скипнуть День Выпуска 2077 Но Я Полагаю Все Будут Сами Играть Можно Конечно На Следующий День Стримить Просто Я Могу Быстренько Пройти Офлайн Я Не знаю Рассказать В рецензии И так Далее Не Все Ну Те Кто Не Будет Играть Они Будут Скорее Всего Не Заинтересованы В этом Я Буду Играть В Не Вот Это Ты Там Сиди Да Мы Знаем Это Нормально Если Что Ты Если Что Можешь Поделиться Мы С тобой Поработаем Желательно Ртом Делиться Че Я сейчас Сказал Какой Отвратительный Человек Че Вы Сидите Здесь Я Какую Ересь Несу Ладно Не Важно Кто Еще Кроме Меня Будет В прямом Эфире Портить Впечатление Себе И уничтожать Свою Репутацию На всю Оставшую Себе Жизнь Ведь Тупо Вот Это Можно Все Заклипать Я Даже Это В Архив На YouTube Положу Зайдет Мой Будущий Работодатель А я Пойду Куда Нибудь Устраиваться В Ого ГО ГО В GSC Чтобы Сидеть И Ренерить Батоны И Боже Вот 19 31 Семь Отребря 2020 Года Если бы Ты Не Сказал Ртом А Хотя Б Губами То Да Было Другое Так Базовое Количество Игр Купишь Должен Купить Первые Два Месяца Игры Чтобы Не Играть В И Все Или Ты Будешь Наслаждаться Бесплатными Играми И Плей PlayStation Plus Ну Просто Если Сложить Все Это Вместе И Во-первых Ты Должен Взять Дисковую Версию Потому Что Версия Беспривода Считай Ну Типа Ты Даже Игру Не Сможешь Взять У Кого То Поиграть Я Вообще Не знаю Зачем Нужно Я На вторичке Буду Брать GPS Plus Ну То Если Ты Возьмешь Версию С Приводом И На Вторичке Она Тоже Будет Стоять Ну Сначала Вторичка Не Появится И PS Plus Ну Это Говно На самом деле PS Plus Изначально PS Plus По моим наблюдениям Первые два года Будет Дерьмом Просто Лютым Дерьмищим Там Будут Раздавать Только Инди Парашу И По идее Вложить 50 Кассов В Новый Комп Ну Опять же Да Такое Хотя Сколько Можно Комп Собрать Или Если Новый Комп Полностью Собирать Это Да Это Дорого Но Если Только Видеокарту Поменять Просто Поменять Видеокарту Сейчас Докупать Потом В процессе Что-то Это Более Адекватный Вариат Вот Моя GTX 1070 Которая У меня Сейчас Стоит Она Тянет Все Со Стримом Даже Она Тянет Стрим Она Тянет Одновременно Запись Ну Ну да Иногда У нее Есть Какие-то Проскоки Пролаги Но Это В Мафии Было Допустим В Ремастере Да Но Я поставил Все На Full High У меня Шла Запись У меня Шел Стрим И То Она Только Иногда Пролагивала Причем Я Включал Еще Офлайн Игру Она Пролагивает И Офлайн Там Все Экзо Четверки Весплатно Будут Чего Какие Экзо Четверки Весплатно Будут Раздавать Да Да Ну Это Наебалово Какое Честно Не Надо Не Только Карту Поменять Но И Мать Спрос В Полтинник Ложиться Можно По Идее Ну Вот Потихонечку Обновлять Потихонечку Покупать Ну Дело Твое На самом Деле Я Б Учитывая Сколько Стоит Игры Не Стал Брать Потому Что Это Ну Хз На самом Деле Если Играть Вот Именно Играть В Новинки В Многие То Во-первых Ты Будешь Пропускать Момент Релиза Потом Брать Вторичку А Во-вторых Да Ну Слишком Много День Уйдет Ну Учитывая Как То Что Если Ты Будешь Раз В Месяц Покупать Игру Тогда Ладно Я Костучу Несу Я В Один Месяц Потратил Столько На Столки Сколько Лучше Он Не Знать Точнее Просто Это Упертый Человек Упорный Человек Я Просто Не Вижу Смысл В Ну Вот Мы Обсуждали На Фалькон Фалькон Нормальный Выбор Просто Ну Реально Дорого То есть И По Идея Ну Ком 1050 Нормально По Идея Для Стареньких Игр А Для Свежих Новинок Ну Да Такой Вариант Тоже Может Быть Ну То Есть Старые Игр В принципе Твой Ком Еще Тянет А Свежие Новинки Играть Типа Норм Плюс Там Сссд И прочее В комплекте Я думаю Что Да Это Такой Выбор Когда У тебя В принципе Стоит Вопрос Еще Денежный И Ты Уже Распланировал Все Что Ты Будешь Брать Покупать И Какие Игры Тебе Нужны По Идея Это Я Упоротый Человек Который Типа Надо Застримить Каждую Новинку Вам И По Идея Много Бытрать Стал А Так Люди Ну Покупают Вот Вот За Вот В момент Релиза Сколько Игр Нет Не что Вы взяли Сколько Вы Взяли В момент Релиза Из тех Что Я назвал Если Вы Помните Что Я назвал Если Что Помните То Напишите Если Не Помните То Ноль Одну Две Нихера Одну Я бы Взял Жопа Больше Ничего Не надо Записывайте Номер Пилки Пилки Так Зачу Четыре Киберпанки И Deathloop Не выходит В этом году Вроде как Ну То есть Формально Общий Труб Блиц Это Две И То есть Ну Там Дальше Тоже Ничего Нет И В сентябре Ладно Сентябрь Не считаем Там Были Мафия Авенжер Ну Блять Мафия Тоже Такое Получается За два Месяца За два Месяца Две И По идее Вот Средняя температура Попринется Две игры И то не всегда То есть Одна Две То есть По идее Брать Консоль Ради Одну Двух Игр Плюс Еще Плейстейшн Плюс Ну просто Если Играть В игры Все Мультиплатформы И так далее То Опять же Возвращаясь В предыдущему стриму Я бы взял Xbox Потому что Там есть игры Microsoft А Microsoft Выпускает на ПК А раз у тебя Комп слабый Ты сам говоришь Что по идее Ты решаешь Эксклюзивов Microsoft А у них сейчас Больше студий А у Sony Как бы Понятно какая ситуация С эксклюзивами И они ничего Толком не анонсировали Но это уже Да Если там будет Библиотека полностью Из игр PlayStation 4 Это меняет Дело Хорошо Короче В этот же день С Киберпанка Выходит Сигбой Big Adventure Ну мы смотрели Е3 Там или еще Что-то Мы видели Этот трейлер Неважно Игра Короче на любителя И 24 ноября Выходит Дейльня Сеги Футбольменеджер 2021 Крутая игра Для любителей Менеджмента Футбольной команды Я ничего не говорю Игра клевая Но как бы Понятно на любителя Я нашел Еще парочку Игр Которые более-менее Интересные 1 декабря Выходит H2 Первая Это Hronos Before the Ashes Это игра От разработчиков Darksiders 3 Там фишка В чем Там в общем РПГ С боевкой Типа Третьего лица Но там фишка В том То что Умирая Герой Подрастает На 1 год То есть Одна смерть Это 1 год И Вы Взрослеете И с течением Времени У вас Сменяется Соответственно То как Герой себя ведет То есть Чем он старше Тем он медленнее И тем сильнее И то есть Вы должны Менять Своё поведение Под Старение Вот это неплохая идея Посмотрим Как оно будет Работать Я бы хотел посмотреть Как оно будет работать И Получится ли его Имплементировать Хорошо Прикольно На самом деле Фишка А как же Майлос Моралес Нахуй он нужен Ну в смысле Я Челопука Прошел Моралес Это будет DLC Сделанное На коленке С тем же самым миром Нахер надо Персонаж Неинтересный И Не уверен Что могут сделать Хорошую историю Полностью Ком же не теряю Через поле лет Намгрейда ПРС какие-то деньги ТС6 раньше По-любому не выйдет Торопиться некуда Ля А зачем торопиться С Плейсейшн 5 Ты можешь Плейсейшн 5 Нет Вообще На самом деле По поводу Еще консолей Покупать Первые ревизии Это на самом деле Очень И очень Дело такое себе Там может быть Во-первых Так же как с Xbox 360 Было Когда тупо Выпускались горелки И они сгорали Практически моментально Либо может быть Такая ситуация Как Вот со всеми Консолями Когда выходит Улучшенная версия Когда у тебя Доллар Че Ну и че Как бы Я вот На себе Особо не заметил На самом деле Сейчас Конечно скажут Да у тебя Твич в долларах Рассчитывают Я имею ввиду Как бы Я наоборот То есть Вот на этой работе На которой я работаю Работаю Ну нет Подождите У меня Оклад стандартный На которой я работаю Работаю И вот Год назад И сейчас Да Я не чувствую Что что-то изменилось Хотя год назад Доллар стоил На 10 Рубасов Дешевле Так что Я бы Не стал Утверждать Что доллар Тут еще что-то Там Пойдет Как обычно Снижение цены Потому что Комплект Комплектация Будет становиться Дешевле Плюс еще Ну блин Технический прогресс Тоже не стоит В этом месте Как и доллар Рубль Ты понял Фриконы И по идее То есть Производство Консолей Становится Дешевле Это всегда Так работало И будет Работать То есть Сначала Консоль Продается Иногда В убыток Потому что Компоненты Дорогие Потом Уже Как бы Понятно Там уже И видеокарты Покрученуются И процессоры И то что Было сделано Для playstation 5 Оно по идее Устаревает И делается Уже По Другим Может быть Технологиям То есть Дешевле И по идее И игры уже При токен Уже начинают Переносить Прибыль Поэтому Как бы Пускают Прошки И так далее Так что Ну По идее На самом деле Фриконы Это тоже Такой выбор Ну смотри Это твое дело Я бы не стал Во первых Я бы не стал Брать консоль На релизе Ну то есть Я уже взял Свитч Который Ну свитч Нет не свитч Простите Вью Который по идее Ну Не купился Практически никак Ну просто Игр не было Это была Самая Неудачная Консоль Нинтендо И я ее купил Неудачный эксперимент Я купил PlayStation 4 На релизе И я ни во что не играю По сути отдал Больше чем нужно А так мог взять Просто через год Уже Продавали эти консоли Спокойно За Там пол цены И взять еще Игр к ней навалом Но по идее Если бы я не стримил Естественно А я так бы Я не знаю Я бы так на самом деле Тоже взял Если бы Если бы я не стримил Я в принципе Намеревался взять Я даже не помню Я помню Даже на свои взял Даже не собирал денег Нет Я не собирал денег Я собирал деньги на игры А консоль я взял со своих Рубасов По-моему В тот же самый Нет Я потом Себеком собрал Так вот Короче Давайте еще поигрим Thrones Before the Ashes Вот это вот Я хочу посмотреть Прикольная идея С возрастом То что ты стареешь Умирая Потом Вот Неплохой Клон Икс Кома Ну точнее не клон А вот с этой механикой То есть Пошаговые боевки Кто-нибудь Поставь себе галочку Если кто-то любит Икс Ком Можем на том же зайдет Empire of Sin 700 рубасов В русском сегменте Стима Плюс Это игра Про Времена 40-х годов 30-х Когда там Мафия Все такое И На чем она там Я не помню На чем она Короче она на мафии Основана На Этом всем И по идее Ты гоняешь Там за мафиози Херащишь всех И так далее Прикольно На самом деле Тоже Вроде Вещь И стоит Недостаточно Дорого Выпускают Фокус Home Interactive За говно Обычно Не берется Ну то есть У них более-менее Вменяемые игры Делают игру Мэра Геймс Не знаю Что они делали Раньше Но я бы Посмотрел На самом деле И 1 декабря Выходит Еще Твин Мир Игра Дон Нот Но так как Дон Ничего не может Сделать Адекватного Кроме Первого сезона Life is Strange То там Засрали Финал И Remember Me То пожалуй Ну нахер Тем более Она выпускается В Epic Games Store Вот пусть Они там и сидят И знаете Вот этому Уголку Для дегенератов Вот пусть Они там Вот сидят Ну в смысле Я имею ввиду Дегенератов В смысле разработчик Которые согласились На дивиденды В замене того Чтобы туда Слать свою игру Нахер никому Он не сдастся Ну кому Блять оно нужно Серьезно Я не думаю Что есть какие-то фанаты Упоротые Донт Нот Которые будут Это покупать Все такие Боже Он Донт Нот Такие офигенные игры Хоть кто-то Ну я Вот насколько я знаю Насколько я знаю Все кто прям Люто бешено Фанател От Life is Strange Просто Болевали От второго сезона И сказали что Но тем кому поменялся Второй сезон Я просто вкратце Последний второй сезон Такой блять Почему Какая-то фантастическая история Превратилась в сопли В сраные сопли А там еще есть Еще одна игра От них Где супер сопли Я так понял Я не смотрел ее полностью Но там говорят Мега супер сопли Почему бы не делать Что-то адекватное Хрен его знает 3 декабря Выходит еще одна Игра от Ubisoft Immortals Phoenix Rising Если честно Я посмотрел на это Ну во первых Игру У игры сменили название Gods and Monsters Она называлась Там какие-то проблемы были С С Monster Energy И По Копирайтам По трейдмаркам И у игры сменили название Immortals Phoenix Rising Я такой Окей Так что Я посмотрел это Минут 5 Какая-то Простите за мат Еще раз Уебищная Уебищный клон Два раза простите за мат Легенда зелья Breath of the Wild Поэтому я такой сижу Ну такое В общем очень Очень странно И Интересно конечно Как оно будет работать Но Меня если честно Не привлекло Вообще Ну то есть Меня в принципе Не может привлечь трейлер Но тут прям вообще Что-то как-то было Очень слабенько Я смотрел Смотрел такое Ну ладно Хорошо И самое главное Последний релиз года Большой Ну просто 11 сентября Выходит Medal of Anna Above and Beyond Делает ее Respawn Entertainment Это если что Те люди Кто-то сделали Star Wars Jedi Fallen Order И Titanfall И это будет VR игра Идеальное завершение Года Она еще делается Для Oculus Rift Да И вот это Вот то что осталось До конца года Че-то такой себе Год на самом деле Даже в плане игр Ну в этом году Че-то как-то Надо вспомнить Просто предыдущий Может предыдущим Ну предыдущим Тоже так себе было Когда игры-то пойдут Надо короче говоря Не дышать Нет Предыдущем году Был Disco Elysium Который Блять так и не перевели Потом позапрошлым Был Away Out В этом году Я даже не знаю Что я могу номинировать На игру года Слушайте Ну пока что Вы знаете Без шуток Вот Игру года Наверное у меня Забирает Final Fantasy 7 Ремейк Потому что Я ничего более Впечатляю И Запоминающегося Ну такого Более-менее не играл То есть Doom Eternal Круто Да Ну блин Это не игра года Last of Us Игры-то там нихера почти нету Предыдущие нихерово Так на часа Угу Просто понравился Клаудженская одежда Вот такой вот Реально офигенный И гей Который там был Просто Бомбезный Он Такой Мужик Ля Ну я просто Если бы они засосались Там на сцене Я был бы даже не против Просто Клауд Муа Full Homo Я вду Или в жопу Не важно Затусим Ну Цусима Это хорошая игра Но это Цусима Это просто Это просто Экшен В открытом мире Так что Надо реально Вот Вы знаете Вот Предыдущие годы Которые были Ну Когда Когда игр было много И когда они стоили дешевле Их выходило больше Я Я прям игры Помнил Какие Может мне спамить Конечно плохо Но что-то как-то игры Вот этом Последние несколько лет Они не западают в память Нет Конечно западают некоторые Ну вот я опять же Финал Финалку помню Мафия Блять В память запала Как дерьмище The Last of Us Понятно Но это в плохом смысле Запал в память Doom Киберпанк выйдет Возьмет Готи Ну да Там как бы Поляки Еще подготовились Они всем По всем критериям Нынешнего Нынешнего Выдачи Наград Удовлетворяют Там можно Писюн в писюн Вставить Ну в смысле На себе Три писюна Нормально Самое главное Это проработали Диалоги не надо К отце не надо Это надо В общем ХЗ На самом деле Из того что я перечислил Вот лично я Поиграю точно В DLC Думатерна Потому что они у меня будут Но я попрошу Amnesty Rebirth Но это не точно Watch Dogs Legion По моему Да я договорился с Дертриконом Он мне по моему Не по моему Да Перед релизом Релизом сказал что Даст аккаунт Я даже ее пройду для вас Little Hope Ну мы пройдем за вечерок С Викой Будет ок Затем Понятно Киберпанк Хронус Бифор Дээшес И на самом деле Я бы посмотрел А Empire of Sin И на самом деле Я бы посмотрел еще Immortals Феникс Райзинг Ну просто посмотрел бы Проходить бы не стал Я бы посмотрел Если бы мне понравилось Прошел бы Но я не думаю Что мне понравилось Потому что то что видел Меня не особо удивляло Так что Вот Вот такой вот год Так что Много времени есть Для трехчасовых заказов Для прочего добра Для того чтобы брать Много-много-много Выходных И Может быть Запилить наконец-то Рецензии Блин Я вот даже не знаю У меня до сих пор Лежит Записанное ревью По Ori in the Blind Forest У меня даже есть идея Для Сюжетного вступления Я думаю Уже поздно Совсем Да У меня порты С консолей В этом году Хорошо порадовали Как-то постреливали И в Valkyrie 4 Но они Обе порты Просто гони Но это порты Это не считается Столько портов Это капец Наоборот Еще рано Еще подождать я свои мысли. В этом году самое крутое, запоминающееся, что я играл и то, что мне больше понравилось, это, блядь, Persona 5. И теперь я должен пересмотреть все свои бляха-муха Готи, и реально вот Persona была пропущена мною зря. Я бы ее поставил на какое-нибудь высокое место. Может быть, даже на первое в каком-то году, в котором я давал... Ну, в смысле, в котором я выписывал Готи. Мех, прям ультра-мех, мега-ультра-мех. Ты просто не прочувствовал. Ты не умеешь такое прочувствовать, хищник. Ты просто бездушный человек, вот черствый. И да. Ну, это даже не обидка. Я сейчас тебе даже выписал комплимент таким образом. Вот был бы у тебя свитч. Да, вот был бы у меня свитч. А что там на свитче? А там столько игр, но все они на Готи не тянут, я так полагаю. Не, ну блин, свитч это свитч, Nintendo это Nintendo. У них последняя игра, которая действительно стоила бы ради которой стоила бы взять и консоль это все-таки Breath of the Wild. Wild. И она вышла на свитча, естественно, в начале его жизни. Но, как бы, и все. Такое, знаете, что прям вот ты должен поиграть, больше ничего не выходило. Анимал Кроссинг, это, блядь, ну... Это как... Вот, по-моему, уровень восприятия это Pokemon Go. Вот, типа, да. Круто, залепно, но, блядь, это... Типа, ок, оно существует. Luigi Mansion, это Luigi Mansion. Но оно тоже хорошая игра, но... Это просто хорошая игра. Это как Doom Eternal, вот тот же самый уровень. Хорошая игра. Можно поиграть. Но если ты не поиграл, ну и ладно. Рекомендовать? Ну нет. Astral Chain. По-моему, не помню, но ее совсем плохо оценили. Если не ошибаюсь. Вот там, по-моему, какая-то JRPG выходила. Какие-то хроники. Xenoblade Chronicles, по-моему. Она выходила на свечей, да? Вот в ней бы я по гамму. Ну, нет Astral Chain, 8.9 юзерскор. Да, ну, это та игра, которую нужно самому прочувствовать. Ее очень сложно понять по... По геймплейному процессу. Скорее всего. Причем там, когда, не знаю, без комментариев, без всего. Deadly Premonition 2. Это вообще зря пропустил. Так что... Fire Emblem попробую. Где? Three Houses? Ля, ну я бы... Three Houses вышел вообще в 2019. Он не в этом году вышел. Ну, типа, то, что на свече есть, а я имелду в этом году. Ну, типа... Да, я бы попробовал. Дайте мне свеч. С играми сразу, пожалуйста. Хотя, ну, по-моему, свеч взломали, так что... Осуждаем взлом свеча. Сейчас забанят, забанят. Что не так с кэшем? Ну, я не знаю. Вроде оценивают высоко, но Денис говорит, что под конец говно. А знаю, то, что некоторые... Да ладно, некоторые... Половина обзорщиков игры не допроходит. Свеч уже одном-другом. Да ты меня даже не спрашивал, Семикнюк. Вообще, прошла любовь, завяли помидоры. Ладно. Поменялся бы со мной, я не знаю, там, на замес полный коробка. Шутка, не надо. Пусть она у меня лежит. Никогда не покупайте это говно. Правильные свечи сейчас только с рук. Блин, вот, у Семи ПК был правильный свеч. И он даже... Он даже не стал в ней ковыряться. Да я знаю, то, что ее там перепрошили и так далее. Но ничего, Кулибины найдут. На Авито Сыч прошитый уходит за двадцатку. На тысячу семи собрали. Можно я Сыч спрятать? Не, я не буду, фолькона. Сыч уже поздно. Да и не надо, зачем? Я думаю, что на ПК и на консолях вот этих вот... Столько игр есть, в которые поиграть, что... В принципе, это будет просто бессмысленно. У меня все еще 16 трехчасовых заказов висит. Следующий это Атом РПГ. Какая-то там инди... Что там... Как она там называется после двоеточия? Ты спрашивал? В смысле ты меня спрашивал? Я... Подожди, ты спрашивал, я отказался? Бля, все реально такое было? Я что, пьян был? То есть ты мне говорил то, что... Слышь, стримлер, сраный стримлер. Я тут хочу отдать Nintendo Switch никуда. Может быть тебе ее заслать? Вот так было? Я отказался. Бля, я думал, ты шутил. Ну все, пизда рулю. И седлу тоже без... А как бы игр-то все равно нету. Какая разница? Ну, пришла бы мне Switch, и что бы я с ней делал. Не, на самом деле, я помню, почему я отказался. Я отказался, потому что... Во-первых, не мог такое принять. А во-вторых, просто бы не было времени на реализацию этого дела. Я про PSP тоже не... А, о PSP, там проблема в том, что с нее сложно снимать видеопоток. Там есть, конечно, возможности, но это геморрой. Поэтому со Switch реально снять? А с PSP нет. Ну все, семьяк-нюк. Забирай теперь. И скажи, я ошибся. А заберу я себе какого-нибудь еще. Зачем? Я сижу, как бы, ковыряюсь в носу. Это точно то же самое. И зная, как бы, как я обращаюсь с крупными предметами, как со своими очками, она бы не прожила мне больше полугода. Потому что, как я умудрился сломать, блядь, очки, я не знаю, но... Да. Что, кстати, быть голословным? Я должен это увековечить? Для Ютуба? Палькона, что, охерел, что ли? Ты думаешь, ты первый, что ли? Я сейчас подороже сделаю. В смысле пошел в жопу? Ты что ругаешься? Вот. Ля, можно дворники сделать. А что себе Кнюк ругается? Почему не в жопу? А, или это он желательно добра? Что себе Кнюк ругается? Семья Кнюк, ты что ругаешься? Не, мы сейчас не уйдем никуда, пока не услышим ответа от Семья Кнюка. Почему он ругается? Ты не злой? Ты добрый? А, то есть мы тебя еще злым не видели, да? Так вот. Это очко. Кратко ответил, ну ладно. Это, кстати, очень кратко. И, кстати, очень-очень емко и содержательно. Просто послать в жопу. Это лучше, чем долго там что-то там говорить и так далее. Поэтому, знаете, давайте следующий подкаст просто подниму и скажу, пошли в жопу. И сразу выключу его. Нормально будет. Кратко самое главное. И суть передана. По сути, всегда так и делаю. Идеальный подход к ведению подкастов. У меня дороже не 11 тысяч осталось для трехчасового заказа. Так. Кто готов, так сказать, поддержать эту идею поинтами? Чтобы увидеть... Я понял. Нам нужны... Нам нужен лот поинтов с поинтами. Которые ты выкупаешь и делаешь другой лот дороже. Уменьшай поинты. Зачем? Это я еще должен буду поинты, что ли, останусь? То есть... Уменьшить поинты. Там стоит что-то... Выделение сообщения в чате. 300 поинтов. А надо уменьшить его на 999 тысяч 999. То есть я еще должен буду, то есть... Терпеть, да, вас? Увеличивать и так поинтов нет. Ля, ну кризис. А как? А как мне жить-то? Вот поинты не отсыпают, как бы? Мне как потом? Осталось только нить добавить. Не, ну нить это будет подло. Тогда нужен какой-то дорогой нить. У нас по идее нет... Есть... Нет, нить. Есть нить. Называется бан стрима. Там такие... Такой нить можно устроить. Просто максимальный нить. Там можно просто комплектовать два нить. И у нас есть, как бы, один нить. Называется... Заказываешь южилстав, отменяешь южилстав. Нет, все-таки хорошо, что поинты стал меньше капать. А то, как бы, там... Отменяли южилстав, отменяли. Такой, сижу, хочешь в Сич поиграть, а его отменяют. Я такой, ну ептой мать. Почему аукционы по-персу не кончились? С ними МБ прошли бы уже. Из-за банов. Нет, я просто не стал их больше делать. Типа... Пока что норм. Не, бан и норм. То есть люди влили поинты. Так еще до кучи человек влил поинты, для того, чтобы забанить стрим. Идеально. Я просто поинты забрал. Мне это, наоборот, лучше. То есть я, по сути, ничего не делал, а поинты забрал. И потом не надо делать. Мне эти поинты вообще ничего не приносят. Кроме геморроя, если что. Это я каждый раз буду говорить, чтобы ты думал... Блин, он там поинты конвертирует в битцы там, что ли, или что-то. Нет, они вообще ничего не дают. Если что. Держу в курсе. Да, и гребанного кринжа. Кстати, вот. Ставь пять трехчасовых. Ты что, охренел? И... Нет, я-то поставлю пять трехчасовых. И ты такой... И не забанишь. И мне пять трехчасовых выполнять, да? Да? Я, кстати, знаете, что я сейчас возьму и сделаю? Я как возьму... У меня еще остался один просмотр видео. И игра на час, а я не буду их делать. Потому что я думал, на самом деле, что подкаст будет час, и я все успею сделать до десяти вечера по своему времени. Но не успеваю. А мне нужно сегодня пораньше закончить. И поэтому я, такой плохой человек, верну вам поинты, Хейву и Дараксову. И вот. Да? Я что, думаю, можешь закрыть сегодня часовые... Ну, смотри, все эти заказы, потом думаю... Мех. Зря. Зря. Так что пойду закрывать, а с Ютубом можно попрощаться. Сейчас Ютуб такой... Я не понял, ты что не работаешь? Где еще девять минут подкаста? Почему час пятьдесят один? А вот. А вот. Так что, все, с подкастом. Увидимся через неделю. Ютуб, я постараюсь это залить вовремя. А на сегодня я закончил и ушел в офлайн. Ну, с этим подкастом. Не знаю, когда они смотрят. Там в воскресенье, может быть, в 2023. Ну да. Надеюсь, я там еще жив. Всем пока, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok